на самом деле у нас наш президент обнулился я думаю некоторым надо сделать также в отношениях со христом я просто молюсь чтобы в этом году вы обнулились и начали заново с иисусом потому что некоторые вещи они реально нуждаются в ревизии они действительно нужно понять мы вообще чем занимаемся то есть вот чтобы все второстепенное как шелуха отлетела осталось главное и вы знаете иисус взял на самом деле молодых ребят там не было ни одного фарисея садукея в его команде и знаете когда они пошли они вернулись без и выходят от имени твоего до болезни исцеляется англии я радуюсь я радуюсь что ты утаил это от мудрых и разумных потому что мудрые разумные всегда объяснят почему это не работает мудрые и разумные всегда скажет вот эти слова город не тот времени до 2020 год 21 там жуткая а младенца они вообще не парятся они просто знаете это это чистые свежие мозги знания верят да они промыты религии знаете не промыты фарисейством они просто знаете почему иисус их взял потому что они слушались его потому что они просто его слушались все что нужно самое главное вхождение с иисусом это просто его слушаться все эти 12 человек и 70 потом они просто иисус сказал идите туда, куда я хочу идти. Иисус говорит, он послал их туда, куда он хочет идти. Знаете, Иисус хочет прийти в ваши города. И многие молятся примерно так. Иисус, приди в мой город. Иисус, приди в мой город. А Иисус тебе отвечает, да я уже давно в твоем городе. Я уже давно хожу в твоем духе. Я уже давно хожу в твоем сердце. Я просто жду, когда ты начнешь действовать. Я просто жду, когда ты уже наконец-то выйдешь и пойдешь и начнешь уже проповедовать, возлагать руки, и знаете, Иисус уже в тебе, это великая радость, и знаете, эти ребята вернулись с великой радостью, вот я молюсь, чтобы, знаешь, твоя радость, она была настолько сильная, не просто, знаете, вот из-за каких-то, знаете, сейчас радость мы можем по-разному воспринимать, но радость от того, что через тебя спасся кто-то, вы знаете, мне интересно, что в книге «Деяния» нет ни одного чуда о том, как кто-то получил дом или ослика, или еще кого-то, знаете, я уже честно скажу, я рад этим свидетельствам, когда люди говорят, но там ни одного этого свидетельства нет, там все свидетельства, как покаялись люди, и знаете, я верю, потому что все это, это прилагательное, это просто Бог дает как соцпакет, то есть все, что мы имеем там, да, это просто соцпакет, но это не главное, а главное свидетельство, это когда ты будешь чувствовать, как через тебя движется сила Святого Духа, как люди каются через тебя, и представляешь, какая великая награда ожидает тебя на небе, Когда ты поднимешься на небо, а там встретят тебя люди, которым ты проповедовал, и скажут огромное тебе спасибо, что ты не утаил, не удержал, не спрятал свою свечу под этот горшок, проповедовал нам Иисуса Христа, благовествовал нам. Это будет великая радость. И эту радость мы переживаем здесь, и мы будем переживать ее в вечности. Друзья, я хочу вас сейчас попросить провести обучение, активацию даров исцеления, потому что я верю, что тех людей, которые уже и получают, и готовы идти действовать и молиться и за себя, и за родных, и за знакомых, их очень-очень много. И я вижу нужды, они приходят в огромном количестве, и свидетельства, кстати, буквально минуту назад видела свидетельство, благодарила сестра о том, что ее дочь, которая отступила от Бога, за нее молились, и она в жизни своей опять обрела этот огонь, опять она переживает ответы от Бога, опять она получает его водительство. Эта радость и слава наполнила дом, наполнила сердце. И пусть это свидетельство подкрепит вас, драгоценные, кто ходатайствует от своих близких, родных, кто отступил от церкви. Вот Раиса Можаева из Новокузнецка просит за внуков Павла и Евгению. Устюжанина она молится за всю семью, да, о финансах исцеления. Диана, за нее и жениха, чтобы была воля Божья за достаток, за радость от Господа, за благословение мужьями. Сергей из Улан-Удэх просит молиться, я потом, наконец, посмотрела, просит молиться за дочерей Анны и Юли, за благословение мужьями. Аллилуйя. Кто-то хочет несколько просто. Оксана, ходатайствует за Настю, за полное исцеление почек, у меня тут перескочило, ходатайствует за исцеление Ромы, рак мозга четвертой стадии, за исцеление сына Руслана, туберкулез почки, цирроз печени, исцеление родных, больные ноги. У Ольги болит спина, также прошу молиться за исцеление межпозвоночных грыж, остеохондроз позвоночника, папиломатоз. Татьяна из Кыргызстана молит, просит молиться за страну, чтобы был президент от Бога, а также за исцеление щитовидной железы. Аллилуйя, Господь, спасибо тебе. Много-много разных нужд. Давайте, друзья, молиться. Аллилуйя, что Господь будет вам показывать, пусть просто освобождается слово знания, слово мудрости, дары исцеления для всякой болезни. И пусть эта сила дюнамис тоже высвобождается, Господь, мы благодарим тебя. Давай, Виктор, молись, начинай, потом мы с Ильей продолжим. Отец, мы благодарим тебя, спасибо тебе, славим тебя и хвалим тебя. Спасибо тебе за то, что ты так благ, ты так милостив, Иисус, в тебе великая радость, Господь. Ты полон, Господь, славы, от тебя исходит сила и исцеляет всех. Мы прямо сейчас молимся за каждого, Господь, кто написал свою нужду, и мы говорим именем Иисуса Христа. Именем Иисуса Христа. Ты знаешь все наши нужды, даже прежде нашего прошения. И мы прямо сейчас, Господь, молимся, чтобы те, которые написали, Господь, свои нужды, Господь, мы молимся прямо сейчас. Пусть сила исцеления, Господь, пусть сила Святого Духа, Господь, она пройдет, Господь, через тела тех людей, которые сегодня нуждаются в исцелении. И мы говорим именем Иисуса Христа, Господь, пусть полностью будут восстановлены клетки, Господь, пусть полностью, Господь, будут восстановлены все внутренние органы, Господь, нервная система, Господь. Мы говорим во имя Иисуса Христа, в области позвоночника, Господь, мы говорим именем Иисуса Христа, приходит исцеление, прямо сейчас, драгоценный Иисус, мы благодарим тебя, Господь, если у кого-то в области головы, может быть, затылок, ты чувствуешь боль, прямо сейчас мы говорим, Бог исцеляет тебя, мы говорим, Бог исцеляет тебя, прямо сейчас, всякие головные боли, хронические головные боли, Господь, они заканчиваются во имя Иисуса Христа, мы благодарим тебя и славим, спасибо тебе, тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Аллуи. Я еще хочу помолиться, чтобы Бог поднял делателей. Аминь. Давайте мы помолимся. Отец, мы просто прямо сейчас молимся. Дух Святой, спасибо за каждого, кто смотрит этот эфир. И, Господь, я молюсь сегодня, чтобы Дух Откровения пришел. Я молюсь, чтобы Дух Откровения пришел о том, кто живет в нас. О том, кто поселился в нашем Духе. О том, что Христос в нас. И я сегодня молюсь. Аллуи. Если это для тебя, просто возложи руку на свой Дух. Скажи, Христос во мне. Я во Христе. И мы с тобой одно. Христос во мне. Я во Христе. И мы с тобой одно, Господь. Аллуи. Я сегодня молюсь, Господь. Я сегодня молюсь, Господь. Я прошу тебя, Боже, встань в полный рост, Господь. В каждом человеке встань в полный рост, как Лев Иудин, Господь. Просто, Господь, расправь плечи. В каждом человеке, Бог. И я молюсь сегодня, драгоценный Господь. Мы молимся, Господину жатвы, Господь, вышли делатели на жатву свою, пусть каждый человек, Господь, кто сейчас слушает этот эфир, чей дух сегодня загорается, я, Господь, молюсь и прошу, Бог, подними людей дело, подними людей дело, подними, Господь, делатели, которые без страха, Господь, пойдут проповедовать Евангелие, которые будут исцелять руки на больных, они будут исцеляться, которые будут изгонять бесов, подними, Господь, мы молимся, подними целую армию, Господь, в наших городах, Подними целую армию благовестников, евангелистов, Господь, людей, которые, Господь, проповедует радостную весть о Христе. Господь, мы благодарим Тебя и славим. Мы благодарим Тебя и славим. И мы молимся, пусть огонь, Господь, приходит в наши российские церкви. Пусть огонь приходит. И я благодарю за то, что Ты зажигаешь, Господь, тысячи светильников по всей России. Ты зажигаешь тысячи церквей, Господь, по всей России, Господь. Я благодарю Тебя, Иисус. Я благодарю за то, что, Господь, мы увидим это своими глазами, как церкви горят огнем Святого Духа, как церкви, Господь, они просто как эти светильники сияют, они становятся известными в своих городах, они становятся известными, Господь, Твоим присутствием, Твоими чудесами, они становятся известными, Господь. Мы благодарим Тебя и славим, мы благодарим Тебя и славим, и я просто снова и снова говорю, Бог снимает с Тебя всякий колфак, чтобы Ты светил, чтобы Ты горел, чтобы Ты распространял свет Христа на всяком месте во имя Иисуса, мы благодарим Тебя и славим, Боже, благодарим Тебя и славим, о Иисус, Иисус, Аллилуйя, 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 Господь, спасибо, Аллилуйя, Господь, и у меня в сердце ходатайство за тех, людей, которым нужна работа, которым нужно устроение в семье, в жизни, Господь. Мы в молитве согласия, Господи, соединяем нашу веру, Господь, обращенную к Тебе, в Твой бесконечный ресурс, Господь. Ты царь царствующих, Ты Господь господствующих, и Ты никогда не дашь камень, когда дети у Тебя просят хлеба. Спасибо Тебе за то, что Ты пробуждаешь эти творческие силы в людях, Господь, в городах, в поселках. Господи, за то, что Ты даешь мудрость царствующим, Господь, и работодатели, Господь, открывают новые вакансии. Господь, во имя Иисуса Христа, пусть открываются эти новые рабочие места. Господь, мы благодарим Тебя за то, что это благость, за то, что это правильно, чтобы мы работали, чтобы мы своими руками зарабатывали хлеб, чтобы мы приносили благословение туда, куда мы приходим. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы благословляем наших братьев и сестер, тех, кто хотят работать, Господь, пусть в них свершается это свидетельство, что они самые лучшие работники, что они приносят с собой благословение, что клиенты рады возвращаться в эти магазины, в эти бизнесы, Господь, что там всегда чисто, там устроено, где люди, знающие Тебя. Во имя Иисуса Христа, я молюсь сейчас за тех, кому нужны средства, Господь, кто просто не знает даже, где получить помощь. Отец, мы молимся о сверхъестественной поддержке для этих людей. Господи, не иссякла Твоя мышца, не иссякла Твоя рука. Помогать и благословлять людей, которые нуждаются в Тебе, Боже, Твое серебро, Твое золото, Господь. Мы молимся о сверхъестественном вмешательстве для людей, у которых инвалидность, для людей, у которых ограничены возможности, для людей, у которых нет родственников, для людей, которые запутались, которые не знают, как идти, но они взывают Тебе, они дают Тебе обет, что они будут правильно вести свои финансы, что они не будут брать кредиты, Господь. Мы молимся вместе с ними, чтобы Ты закрыл, Господи, закрыл эти ненормальные долги, которые вгоняют людей в рабство. Господи, во имя Иисуса Христа, мы призываем и провозглашаем, Господи, Твой сверхъестественный прибыток, Твой сверхъестественный прибыток, закрытие долгов, Господь, потому что Ты, лето Господне, благоприятное. Ты отпускаешь узников на свободу. Господь, во имя Иисуса Христа, пусть просто будут разрушены именем Иисуса, будут разрушены все преграды. Господи, в душах, в сердцах этот тяжкий гнет, тяжкий гнет этих долгов, тяжкий гнет этой ответственности, тяжкий гнет этой, Господи, отверженности. Во имя Иисуса пусть приходит достаток, пусть приходит свобода, пусть приходит радость, пусть пробуждается творчество, пусть пробуждается сила, энергия, здоровье. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы благословляем руки трудящейся, мы благословляем уста славящий тебя отец во имя иисуса христа господь во имя иисуса ты говоришь что я разрушу запоры я выведу узников из темницы это происходит прямо сейчас засвидетельствуйте это для бога засвидетельствуйте потому что не своей силой мы побеждаем но силы свыше силы младенца который пришел в этот мир который расторг узы тьмы который воссиял ярким светом и никакая тьма не может его погасить во имя иисуса христа во имя иисуса мы благословляем во имя спасителя который стал платой за каждый наш грех за каждый наш недостаток мы в смирении в благодарении в радости принимаем господь эту жертву этот дар мы поклоняемся тебе мы славим тебя и пусть народы увидят какой ты чудесный бог что нет такого господь что нет подобного тебе мы величаем тебя господь величаем хочешь проповедовать евангелие мы верим что если каждый человек совершит хотя бы одно доброе дело мир вокруг преобразится участвую благотворительных программах тбм стань настоящим проповедником евангелия прямо сейчас